Киностудия Таллиннфильм Человек, которого не было Автор сценария Томас Раудам Режиссер-постановщик Петер Стим Оператор Агурус Художники Рональд Колман и Харди Волмер Композитор Тыну Радик В ролях Катри Хорма, Мари Сим, Тыну Килгас, Юрий Крюков, Рита Раага Тыну Радик, Андрис Лепик, Райан Лоу, Сулиф Луйк Энн Лилемец, Роберт Шостаков и другие Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Эти нужно заменить, они испорчены Пу-у-у-у-у-у. Пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Но? Поезд прибыл на станцию. Поезд отправился со станции. Разве ты не услышала, как дежурный по станции поднял жезл? У него же нет звука. Каждая вещь в этом мире имеет свой звук. И у жезла. Конечно. И у семафора. У семафора звук номер один. У рыбы. У воздуха. Конечно. У тишины. Это наверняка донеслось до дома. Они подумают, что это была какая-нибудь птица. Ты знаешь, когда я был в Аргентине, я видел такую птицу, которая поднимала маленьких детей вот так, и уносила далеко-далеко. Ты нигде не был, я знаю. А этот рассказ про птицу был в книге «Дети капитана Гранта». Ты врёшь. Нигде ты не был. Только говоришь. Я был матросом на бразильском корабле. Тебя ещё на свете не было, когда я объездил весь мир. Никто тебе не верит. Все эти рассказы ты сам придумал. Наш капитан был негр. Ты всё это придумал. Его имя было Моби Дик. Ты разве не слышал о нём? Я не верю. Ты всё врёшь. Ах ты, маленькая злюка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только слепой может этого не заметить Будь проклят час и миг, когда я ее встретил Земля и небо разверзлись Разверзлись земля и небо Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тро разных Дима Торз Nicholas Разве ты не сдал свой приемник? ДимаTorzok Взрослый мужчина поступаешь как мальчишка Ты же ставишь всю семью в опасное положение Артист Сам делаешь глупости, а девчонка-то что? Что выставился? Двадцать девять, сказал я. Тридцать три. Пятьдесят шесть. 78. Дай сюда. Схожу на железную дорогу, посмотрю, как там дела. Пятьдесят шесть. 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 КОНЕЦ 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 Оставь обед в духовке КОНЕЦ КОНЕЦ Я забрал наш аппарат Там были другие, но я не стал их брать Зачем? Я и мотоцикл забрал Пойдем, покатаемся Поехали Пойдем, прокатимся Ну, что такое? Тетю Ирму не узнаешь? Иди, садись на бак Ну, ладно Дуйся дальше Дуйся, дуйся Отрывок из новеллы Августа Хиндре Неро читает актер Тарма Киви Актер Тарма Киви Неро мог по вечерам сидеть у крыльца И смотреть далеко за болото С приподнятым ухом гавкнут разок А затем прислушаться И откуда-то издалека возвращался эхом ответ Я думаю, что тут звуки немного другие Правда, такие, что человеческое ухо не может это различить Эти собачьи чувства Эти собачьи чувства гораздо тоньше И тогда Неро вдруг мог исчезнуть В это время он терял И однажды он вернулся Актер Тарма Киви Актер Тарма Киви Актер Тарма Киви Актер Тарма Киви Отец! Где отец? Отец! Где отец? Ты что, не слышишь? Где мой отец? Отец! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Извините, где тут проживает тот афиш? Я не знаю. Посмотрите сами, кто тут проживает. Спасибо. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Чем могу быть полезен, любезная барышня? Оттофиш проживает тут? Давайте снимем пальто. Проходите, пожалуйста. Отец дал мне адрес, чтобы я пришла. Прошу прощения. Прошу прощения. Ну как? Это Вагнер. Гитлеру нравится Вагнер. Он говорит, что после войны Германия будет музыкальным государством. Отец послал меня узнать о квартире. А, да. Меня зовут Ганс Карл Брандт. Мой отец был пастором. Мы уехали отсюда в Германию, когда позвал Гитлер. Знаете, как Гитлера зовут? Айнвайзерман, мудрец. Это устройство для того, чтобы пописать собаки. Я тоже сначала подумал, что это жестоко, но на самом деле собака не согласна иначе выходить гулять. Ей это даже нравится. Присаживайтесь, пожалуйста. А Отто Фиш? Отто Фиш был образованный и богатый мужчина. Вы тоже еврейка? А когда он вернется? Дорогая барышня, меня поселили сюда, и вряд ли Отто Фиш еще когда-нибудь вернется. Не уходите. Отто Фиш любил выпить. Он всегда припрятывал свои полупустые бутылки, а я теперь нахожу их. За него? Нет, будьте здоровы. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Тунет. Чувствуешь? Что? Берет? Я не чувствую ничего. Вот это и хорошо, что ты ничего не чувствуешь, а на самом деле берет. Берет. Смеяться хочется. Тогда смейся. Не могу. Почему? Очки. Не трогай, ослепнешь. А если я хочу? Чего? Ослепнуть. А изнутри это твое солнце тоже может меня увидеть? Запросто. И что же оно увидит? Ганнибала. Кто это? Полководец. Перешел во время Второй Пунической войны со слонами через Альпы. Ганс, будь серьезнее. Я очень серьезный. Очень. Очень. Надеюсь, что одного послом. Подтекает. Спасибо. С scrutiny. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы извините. Прошу. 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 Тяни. А я не поверила. Лейтенант, совсем так мало. Исиф примеси. Спасибо. Можно заразиться. Я попала сюда по ошибке, места не хватило. Мой муж милиционер. У нас в саду растут георгины, а весны подснежники и астры и флоксы. А что же у вас? Трипер. Серьезно, что ли? Нет, понарошку. А любви, что ли, не было? Почему не было? Разве с Трипером не может быть любви? Нет, почему же не может? Может, конечно. Вагнер. Вагнер. Красивое имя. По радио говорили, что Гитлеру он тоже нравится. Идет, идет же. Ну смотри, какой маленький. Ой, не говори. У меня тоже был один такой же маленький. Метр двадцать ростом. Все по кроватям. Идите в кровать. Будьте добры. Здравствуйте, женщина-носительница жизни. Здравствуйте. Где же наша героиня? Почему детей нет? С детьми мы не разрешаем. Вы испортите мне весь репортаж. Нет, не может быть речи. Ну и порядки. Так. Ознакомьтесь. Слов не добавлять. В микрофон не дуть. Отвечать точно на вопросы. Понятно? Все поняли? Да. Ну? Начнем. Сегодня мы находимся в самом счастливом месте на Земле. Что же это за место? Здесь приходят в мир, чтобы отведать благо социалистического общества. Это место – роддом. Сегодня, в день выборов, нам предстоит встреча с самым счастливым человеком на свете. В самом счастливом месте на Земле. Представьтесь, пожалуйста, слушателям. Меня зовут Лейда Роху Терц. Друзья зовут меня просто Терц. Мой муж – милиционер. У нас родилось двое, я работаю скотницей. А как зовут мальчиков? У вас же мальчики? Да, конечно. Вот они, наши мальчики. У них хороший вес. Хороший, хороший. И как их зовут? Как вы мальчиков назвали? Серп и молот. Почему вы выбрали такие имена? Красивые слова по этому. Лейда Роху Терц приступила в сегодняшний день к исполнению своего гражданского долга. За кого вы отдадите свой голос, товарищ Лейда Роху Терц? Ну, я посмотрю, кто тут записан. Лейда Роху Терц отдает свой голос за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Спасибо, передача окончена. Из вас может выйти толк. Где вы работаете? Я посудомойка. Сама еще и в столовой работает. Прошу тишины. Тармокиви. Вы знаете, где находится здание радиовещания, да? У меня в воскресенье передача, я буду вас ждать. Скорейшего выздоровления, носительница жизни. До свидания, до свидания. Ну что ж, начнем. Внимание, говорит Таллин. Время 9 часов. Начинаем детскую передачу. Здравствуйте, здравствуйте, наши самые юные слушатели. Как вы уже слышали, нам сегодня помогает молодая актриса Имби Там. После длительного путешествия наш сказочный экспресс прибыл в Венгрию. В Венгрию тоже освободили от Гитлера советские воины. А сказка, которую вы сейчас услышите, называется «Рассказ про королевну, которая не хотела никому отвечать». Жила-была королевна, у которой не было голоса. Каждый день она ходила по приказу отца, который не находил для нее других поручений, кроме как пасти у озера Кос. И вот однажды, когда королевна пасла у озера Кос, вышел из него водяной и заговорил с королевной. «Дорогая королевна, у меня дома больной сын. Не дашь ли ты капельку козьего молочка?» Королевна не была жадной и дала. Взамен водяной подарил ей голос. Когда королевна теперь вечером со своим стадом возвращалась домой, то обнаружила, что ей больше не нужен длинный хлыст, чтобы управлять козами. Животные послушно подчинялись голосу королевны, и она была счастлива. Она нашла, что ее голос настолько красив, что не захотела его тратить на других, и берегла его только для себя. Отец и не узнал, что к его дочери вернулся голос. Для него она по-прежнему была немая пастушка. На следующий день, когда королевна опять пасла у озера Кос, из воды вышел сын водяного и сказал. «Дай мне каплю козьего молочка!» «У тебя воды в озере достаточно!» «Не дам!» – ответила королевна. Об этих словах, которые выскочили из ее уст, она, по правде говоря, пожалела, но не стала об этом говорить, поскольку так пришлось бы еще больше попусту тратить свой дорогой голос. «Ты что, грустишь?» – спросил водяной у сына, увидев его огорченное лицо. Сын поведал отцу о случившемся, и отец рассердился на королевну. Волной бросился он к далеким берегам, до самого замка, и затопил его. А голос королевны он превратил в эхо. И с тех пор, когда она хочет кому-то что-то сказать, раздается из ее уст только эхо. И опять уезжает наш сказочный экспресс. Правда, это была очень поучительная история. Правда, ребята? До встречи в следующее воскресенье. Так, все в порядке. Вновь и вновь слышатся звуки марша, выкрики празднично одетых рабочих и приветствия. Никто не хотел остаться дома в сегодняшний прекрасный весенний праздник. Винки с цветами, транспаранты с портретами дорогих людей. Рабочие улыбаются, улыбаются районным руководителям и друг другу. Ничто не может омрачить сегодняшний весенний праздник. Не может бросить тень на путь, выбранный народом. Да здравствует Первомай! Ура, товарищи! Да здравствует рабочие Советской Эстонии, которые своим ежедневным самоотверженным трудом приближают нас к светлому будущему. Подожди. Постоим. Давай выпьем. Ну как, прокатимся без билета? Ну как, прокатимся без билета. Постоим. 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 Ирма, накрой нам на стол. Расскажите, как вы тут? Что нам жаловаться? Увидишь, небось и не узнаешь свой дом. У нас тут радиомастерская. Землю они отобрали и правильно сделали. Ну, а теперь пусть работают. Майские праздники. Доченька, ты, может, поможешь отцу? У тебя там еще что-то осталось. Я тебе все верну. Это на сапоге, Ирма. Иди в магазин, а то магазин закроется. Нужно быстро сходить в магазин. Красивая история. Была это твоя последняя история. Как ее зовут? Сапожки. Сапожки. Хорошая история. Слушай. Что? Мне надо идти. Куда? Я пойду. Мне надо. Не уходи. Куда ты пойдешь из своего дома? Не уходи. Куда? Ну, я не видел. Куда? 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Замолчи! Субтитры сделал DimaTorzok Очки надень Субтитры сделал DimaTorzok Чувствуешь, как берет? Чувствую У председателя репертуарной комиссии такая же Русские подводники дали Они не знали, что с этим делать Хорошо берет Как музыка? Да меня тут жил Отто Фиш Еврей? А ты откуда знаешь? Кто же еще гейны будет считать? А больше ты ничего не хочешь узнать? Хочу Говори Одного ревнивого товарища я уже встретил Его зовут Отто Отто? Отто Открой рот Не могу Почему? Смешно Смейся тогда Не могу, очки мешают Не снимай, ослепнешь Ослепнешь? А если я хочу? Чего? Ослепнуть Имби Будь посерьезнее Я серьезно Ослепнешь 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 В нашей семье был тоже один такой. Какой? Ему тоже нравилось чистить ботинки. Даже перед смертью успел натереть свои ботинки до блеска. Чистоплотность по душе святому Петру. Хороший был мужик. Был. И что с ним стало? Расстреляли. За что? За танец серпом и молотом. Кто? Свои эстонцы. Он тоже верил в звуки. Обычная история. Кольцо. Подай, пожалуйста, мое кольцо. Ну все, как ты думаешь, могу я так появиться перед лицом эстонского народа? Не говори ничего, ты знаешь. Голос идет отсюда, а не отсюда. Оттуда, нет? Тритades. Тритас. Субтитры сделал DimaTorzok Что это? Как вы вошли? Я подумала, что Фиша вернулся. Это была его любимая песня. Ты сидел и слушал, слушал и слушал. Тонкой души был человек. У меня есть ключ, потому что он приглашал меня здесь убирать. Жили они тут двоём с женой. Хороший человек был. А вот эту песню иногда слушали вместе. Фиш был толстый. Толстый, как бочка. Да, о чём я? Да, он был толстый. Из-за полноты ходить толком не мог. Но это ничего не значит. Евреи красивы, несмотря на полноту. Сюда, на Кадриоргский стадион, собрались спортсмены со всей республики, чтобы доказать своей отличной физической формой готовность к досрочному выполнению сталинской пятилетки. Сильные советские школьники выступают рядом с рабочими заводами и сельской молодёжью со свободных полей. Гроссмейстер по шахматам Пауль Керес, играя за гигантским столом с московским гроссмейстером Смысловым, устроил интересный показательный матч. Гроссмейстер по шахматам Пауль Керес, играя за гигантским гроссмейстером Смысловым, Гроссмейстер по шахматам Пауль Керес, играя за гигантским гроссмейстером Смысловым, Шахматам Пауль Мой дорогой, ну... Так сильно ты еще никогда меня не щипал? Спасибо, моя любовь. Спасибо, моя любовь. Мой, дорогой. Спасибо. Уберите все. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Артист. Ты говори с ним, если он тебя услышит, он не покинет нас. Врач. Врач скоро будет, я уже позвал. Отец, слушай меня. Тетю Ирму отвезли утром в Сибирь. Твой отец хотел с ней поехать, оделся во все самое лучшее, самые красивые вещи надел, но не взяли. Врачи сказали. Сказали, куда ты калека прешь? А ты говори, говори. 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 Давай, давай. Говори. Говори. Жила-была однажды королевна, у которой не было голоса. Ее отец-король не находил ей никакой другой работы, как пасти у озера Коз. Однажды, когда она опять пасла у озера Коз, вышел из него водяной. Дорогая королевна, может, ты дашь мне для моего больного сына каплю козьего молочка? Королевна не была жадной, а водяной, в свою очередь, вознаградил королевну голосом. И теперь, когда королевна возвращалась домой, она обнаружила, что ей не нужен длинный хлыст. Что ей нужно только своим голосом позвать Коз, и те слушаются ее. Она нашла свой голос таким прекрасным, что ей было жалко, что другие его услышат. Никто, кроме нее, самой не знал о ее голосе. А на другой день пришли водяной сын, ему просили королевну спеть им. А королевна пожалела свой голос и не спела. В наказание за это водяной отобрал у нее голос. И осталась королевна опять без голоса. Не надо больше говорить. Я ничем не могу помочь. Бог и черт опустятся сегодня на землю и несут всех с собой, кто не вместе. Мне дали задание собрать все приемники и отнести на городскую площадь. Убирайся. У меня все доверенности. Минуточку, квитанции, квитанции, прошу. Вот они, квитанции. Х Поло. Прошу. Бог помощь, Гуна Помощь нужна Звонили из центра, твоя помощь Утром пришла телефонограмма Опять взвалили все на меня Я должен провести эту операцию Ну что поделаешь, если уж ты такой мужик Я не нуждаюсь в комплиментах За мной И если полить этой водой раны То они заживают и человек выздоравливает Может нам так удастся оживить нашего дорогого брата Мы должны лететь в горы Говорят, что там бывают разные источники И источник жизни тоже находится там Так сказал морской пехотинец своему брату-летчику Оба сели в самолет и полетели в горы Искали, искали И наконец нашли маленький источник В котором вода была ясная и холодная, как серебро Это и есть живая вода Надо попробовать Увидели, что за кустом сидит заяц Старший брат взял ружье и застрелил заяца А младший набрал из источника кувшин живой воды И полил заяца Рана зажила Полил второй раз Заяц зашевелился Полил третий раз Заяц вскочил и убежал в лес Братья обрадовались Набрали из источника живой воды И полетели к мертвому брату Римби Дорогие дети Следующая передача будет в следующий раз Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу КОНЕЦ Что это? Эти товарищи передали. КОНЕЦ 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 Почему мы так плохо друг другу понимаем? Имби, не спешите с этим. Я знаю, что вы пришли увольняться. Присядьте. Вы, наверное, не доверяете мне. Ладно. Вы не доверяете мне, как и словам. Я лучше расскажу вам историю почти без слов. Эту историю рассказал мне мой учитель во времена капитализма. И тогда она была нужна. Эта история о возникновении высоких нот. Высокие ноты человек не воспринимает. Поэтому они опасны для него. Человек знает, что может их сдавать, а может и воздержаться от этого. Вот так. Внимание, посмотрите сюда. Увидели? Ладно. Если вы этого не хотите, можете все делать наоборот. Вот так. Идет. Привет. Здравствуйте. Не узнаешь меня? Не узнаю. Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Собирайтесь. Вы что, еще не поняли? Собирайтесь. Поесть возьмите чего-нибудь и теплые вещи тоже. Что вы делали во время оккупации? Трудился? Трудился. Сотрудничал. С оберкомандой вермахта. А вы актриса имбекиви. Нет, она там. Там или киви, какая разница. Соберите быстро, барахлишка. Барышня, времени нет. Товарищ капитан. Госпожа Фиш, какая приятная встреча. Праздновали? Ну и хорошо, не проголодайтесь дорогой. Люди поговаривают, госпожа Фиш, что вы сколачиваете деньги всякими делишками. Собирайтесь в дорогу. Собирайтесь, собирайтесь. Госпожа Фиш. Госпожа Фиш. Госпожа Фиш. Госпожа Фиш. Вы позагораете, мальчишки. Чувствуете, как берет? Очень жарко. Скоро родится ребенок, господин капитан. Кольцо! Крадете? Это народное достояние подлежит конфискации. А вы, Фиш, подтвердите этот диагноз подписью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ян Леп, 6 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давай, давай! ДимаTorzok Здравствуйте, дети! Начинаем наш сказочный экспресс. Папа, это наша глухонемая. Да брось смеяться над несчастной. Каждый день она ходила по приказу отца. Который не находил для нее других поручений, и дала. Взамен подарил водяной ей голос. Когда королевна теперь вечером возвращалась со своим стадом домой, она обнаружила, что больше не нужен ей длинный хлыз, чтобы управлять им. Животные послушно подчинились. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бабы, посмотрите! Имби! Имби! Подай голос! Бабы, госп subtri iss to be the first day Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ